В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О событиях Великой Отечественной. Саровчане написали первый диктант победы. Лучшая школа для особенных детей. Девятый интернат стал лауреатом Всероссийского педагогического конкурса. Безграничные возможности. Параолимпиад Сергей Бурлаков ответил на вопросы жителей города. Далее расскажем обо всем подробно. Саровчане написали диктант победы. В течение 45 минут участникам первой всероссийской акции необходимо было ответить на 20 вопросов о различных периодах Великой Отечественной войны. В нашем регионе диктант победы проходил на шести площадках. В Нижнем Новгороде, Арзамасе, Дзержинске и Сарове. А также в режиме онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Подробности далее. Здесь не будет оценок рейтинга работы победителей. Диктант победы – это возможность проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. Акция прошла по всей стране в преддверии Великого праздника 9 мая. Цель диктанта – это в первую очередь, чтобы вы продемонстрировали свои знания в тех ключевых моментах Великой Отечественной войны, чтобы вы помнили об этих ключевых моментах. За партой аудитории Саровского физико-технического института сели школьники, студенты, сотрудники ядерного центра, приглашенные гости, представители городской думы и администрации. Некоторым удалось справиться с заданиями диктанта быстрее, чем за 45 минут отведенного времени. «У моего возраста люди, я думаю, что должны легко с этим справиться. Мы это еще переживали. И нам это знакомо. И по участникам этих событий, понимаете, и в школе мы все это детально проработали. То есть это часть нашей жизни». Тема Великой Отечественной войны интересовала Василия Яицкого с самого детства. Он изучил множество книг и энциклопедий, провел огромное количество времени в библиотеке в поисках новых исторических фактов. Потом получил образование историк и даже преподавал историю Отечества. «Особенно партизанское движение – это вот та тематика, которая меня очень волновала. И, кстати, был вопрос о рейде Капака, такой знаменитый рейд, на который, конечно, удалось с легкостью ответить. Практически все вопросы, конечно, для меня не составили труда». После того, как станут известны результаты диктанта, кому-то придется взять в руки справочник по истории и восполнить пробелы в знаниях. Ну а кто-то в очередной раз сможет убедиться, что не зря учил в школе множество дат и фамилий, сохраняя тем самым память поколений. «Важно эту память передать, важна преемственность поколений. И наши дети должны понимать, что было в той войне важного, что было ключевого, кто возглавлял то движение и на фронте, и в тылу». Вопросы диктанта победы держались в секрете до последнего момента. Организаторы подготовили три варианта заданий. Первые два для тех, кто будет писать диктант точно, в разных часовых поясах, и третий для онлайн-тестирования. «Это личная проверка данных, которые у тебя есть, твои собственные знания по истории, то, насколько ты уважаешь историю своего отечества, насколько хорошо ты ее знаешь, не для кого-то, а чисто для себя». Бланки ответов диктанта победы отправятся в Москву, где их проверит специальная программа. Узнать свои результаты участники смогут после 12 июня на официальном сайте Всероссийской акции. В Санкт-Петербурге завершился первый Всероссийский педагогический съезд «Моя страна». В рамках форума наградили победители конкурса 500 лучших образовательных организаций страны. Наш город на съезде представляла школа-интернат номер 9 и получила приз лауреата в номинации «Лучшая школа для детей с ограниченными возможностями здоровья». Диплом и медаль «Лучшая школа для детей с ограниченными возможностями здоровья» как признание заслуг педагогического коллектива и успехов учеников. На Всероссийском конкурсе директор интерната обобщила работу своих сотрудников за несколько лет и представила жюри дипломы воспитанников, которые активно участвуют в различных конкурсах. Наш опыт, опыт школ, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья, оказался полезным тем, кто только начинает работать с такими детками в рамках инклюзивного образования. Завершился конкурс с Российским педагогическим съездом. В рамках этого форума педагоги получили возможность обменяться опытом с коллегами из разных регионов страны, перенять новаторские идеи обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Первый день у нас состоялась конференция, во второй день у нас были выездные мероприятия в образовательной организации Санкт-Петербурга, затем проводилась работа круглых столов и мастер-классы также. Ольга Воронина считает, что высокая награда не повод почивать на лаврах. Звание лучшей школы досталось благодаря ежедневному труду всего коллектива. Профессионализм учителей, талантам учеников. Каждый из них вкладывает частичку своих знаний и умений в общее дело. Мы будем стараться участвовать в конкурсах, развиваться дальше. Также будем обеспечивать нашим детям доступное, качественное, вариативное образование в условиях комфортной и безопасной образовательной среды. А это значит, что учителя будут работать над новыми педагогическими программами, которые позволят проявить творческие способности своих подопечных, улучшат образовательный и воспитательный процесс для особенных детей. День Победы День Победы Чемпион мира по паре карате. Обладатель мировых рекордов среди инвалидов в беге на Варафонскую и 10-километровой дистанции. Мастер спорта по стрельбе Сергей Бурлаков посетил наш город. Одним из пунктов визита стала встреча с общественностью, в рамках которой известный спортсмен рассказал о своих успехах. Поделился способами преодоления трудных жизненных ситуаций и ответил на вопросы собравшихся. Однажды жизнь Сергея Бурлакова разделилась на «до» и «после». Из-за тяжелой аварии, которая произошла в армии, Сергей стал инвалидом. Но он нашел в себе силы и начал новую жизнь. Сергей занялся плаванием, пулевой стрельбой, легкой атлетикой и получил звание мастера спорта. И за дня в день Сергей Бурлаков доказывает, что ограниченные возможности здоровья – это не приговор. Приглашайте этих ребят, пусть они на колясках, на электроколясках проедут рядом со всеми. Это же классно, это же круто. И еще неизвестно, кто кому больше поможет. Если когда-либо с кем-то, не дай бог, что-то плохое произошло, у них всегда был пример перед глазами. Чемпионаты среди пара олимпийцев, медали, спортивные звания и рекорды. Каждый раз, выходя на старт соревнований, Сергей Бурлаков совершает небольшую, но очень важную победу над собой. Сергей первым в мире пробежал марафон на протезах и обогнал 12 тысяч здоровых соперников. Сергей Бурлаков – чемпион мира по паре карате. Его имя занесено в книгу рекордов Гиннесса. Человек, имеющий инвалидность, это не говорит о том, что он какой-то особенный человек. Нет у него там лапки или еще что-то, не важно. Он такой же человек, со своими тараканами, со своими плюсами и минусами. Он просто чуть-чуть другой. Но мы же все разные, поэтому все равны. Помимо спортивных побед, Сергей Бурлаков достиг результатов и в общественной жизни. Он стал инициатором создания и президентом Федерации физкультуры и спорта среди инвалидов. А зимой этого года Сергей вошел в состав Общественной палаты России. Люди, чтобы нашли в себе себя в себе и стали социальными людьми, которые приносили бы пользу городу, в котором они живут. Большое интервью с известным российским спортсменом смотрите 14 мая в программе «Актуальное интервью» на канале 16. Великой Победы Самого звуки фашистских взрывов и выстрелов застали, когда ему едва исполнилось 16 лет. И еще будучи подростком, он получил свою первую награду. В оккупированной фашистами Воронежской области он помогал людям скрыться от обстрелов в подвалах и погребах. Сколько страшных рассказов было, сколько слез было, когда они в пути теряли детей, матерей, дети теряли. Теперь рассказывали, какие страшные вещи творят фашисты на оккупированной территории. Свидетели и участников тех страшных событий с каждым годом становится все меньше. И чем дороже каждый из них, тем важнее услышать сегодня их истории с первых уст. Традиционно перед Днем Победы в Сарове проходит чествование ветеранов. В этот раз на встречу пришло всего чуть более 300 человек. Участники Великой Отечественной, узники концлагерей, труженики тыла, дети войны. Мы чтим память тех, кто погиб, и их имена высечены на стеле вечного огня. Мы чтим тех, кто пережил войну, победил, восстанавливал разрушенные хозяйства. Мы должны отдать должное и отдаем должное вам, ветеранам, за то, что вы патриотическим воспитанием воспитываете нашу молодежь. Для нас, для коллектива «Канал-16» это всегда особенный праздник. И мы каждый год, готовясь к этому празднику, делаем цикл передачи, называется «Вица Победы». И специальный выпуск 9 мая, в День Победы, пройдет у нас на канале «16». Вы можете сами его посмотреть. Там мы показываем тех самых ветеранов нашего города, которые прошли эту войну, показываем их воспоминания. Такие встречи – настоящий подарок для ветеранов. Это возможность собраться вместе, поделиться воспоминаниями, просто пообщаться. А особую атмосферу вечера создал хор «Ивушки», исполнив песни и стихи военных лет. В седьмой раз на стадионе спортивного комплекса «Юньор» пройдет спортивно-кинологический праздник «Собака плюс я». Участников и гостей ждут веселые эстафеты, конкурсы костюмов, выставка. И все это в паре со своим питомцем. Соровчан приглашает на ежегодный праздник доказать, что их питомец – самый лучший. Какую программу подготовили организаторы для владельцев их четвероногих друзей, расскажем в следующем репортаже. Участникам на выставке «Собака плюс я» предстоит пройти несколько этапов, рассказать краткую характеристику породы, показать умение обращаться и общаться со своими питомцами, а также нарядить собак, функциональные комбинезоны и тематические костюмы. Там же будут бесплатные конкурсы. Это конкурс «Ребенок и собака», в котором больше отсматриваться будет контакт ребенка с собакой. Возраст участника – без разницы. Также мы готовим веселую эстафету. Тоже конкурсы разные, принять участие может любой. Что собака умеет – не важно. Просто веселая эстафета, в котором также будет лучшая команда выбираться и награждаться. На выставке зрители смогут увидеть показательное выступление собак из воинской части, полиции и ГОЧС. Также все желающие вместе с опытными инструкторами смогут испытать своих четвероногих друзей в цирковой дрессировке. Во-первых, это важно как для жителей и для людей, которые как любят животных, так и не любят животных, чтобы показать, какие они хорошие, красивые, воспитанные, а не только злые с зубами. Оценивать собак будут специалисты из Москвы. Победители получат призы и ценные подарки. Выставка «Собака плюс я» пройдет 19 мая на стадионе за детской спортивной школой. Начало регистрации участников в 11.00. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 903 040 88 60. Мероприятие рассчитано на лиц старше 12 лет. Сразу после выпуска новостей смотрите наш спецпроект «Лица Победы». Из первых уст вы услышите истории тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Следите за новостями города на нашем канале в Ютубе и в группах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Борис Николаевич Васильев родился 9 апреля 1938 года в Псковской области Пушногорского района в деревне Семашково и встретил войну трехлетним малышом. Когда началась война, то нам предложили эвакуироваться в село Михайловское, где Пушкина могила сейчас. Там ожесточенные бои были Псковом и Нарвой. И вот заряло прямо как будто восходящее солнце. В 41-м году отца Бориса призвали на фронт. Спустя несколько месяцев в семье прислали похоронку. После войны Васильевы вернулись домой. Мужчина вспоминает, жить приходилось в землянках, есть было нечего. Свои 8 лет маленький Боря уже помогал семье. Домик восстановили, огород свой сделали. Вот так, как могли питаться. Но памятные вещи, когда гнилая картофель с омхом, это основная пища была. Ну и молоко было. Уже в конце 40-х годов семья Васильевых переехала в Ленинградскую область. Учиться тогда было некогда. И Борис сразу пошел работать в совхоз, чтобы помочь матери и сестрам. Мне сразу приходилось работать, обрабатывать землю на тракторе прицепщиком, устраивать, регулировать глубину плуга при вспашке. Уже после Борис Николаевич окончил семилетку, а в 16 лет отправился на Крайний Север, где работал мотористом. В 1957 году молодого человека призвали в армию и направили служить в наш город. Здесь Борис Николаевич работал на стройке, а спустя несколько лет его пригласили трудиться во ВНИЭФ, где он проработал более 30 лет. Редактор субтитров А.Семкин